наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну что начнем с великой социалистической перезагрузки совершенно верно в прошлый раз не успели мы ее обсудить вот сегодня и поговорим более того этот разговор ну так или иначе перейдет видимо и в следующий выпуск где нам придется подводить итоги этого удручающего года и как видите это все взаимосвязано но сначала я позволю себе такой небольшой пролог знаете конечно же все вы смотрите передачи и слушаете вроде той которую смотрите слушаете сейчас в основном чтобы узнать идеи мысли они то что происходит или что происходило с ведущим поэтому это вполне естественно но с другой стороны иногда наверное стоит говорить о том что за человеком который до вас свои идеи мысли доносит ну что то есть что это все-таки человек живой вот я позволю себе сказать такой момент что прошлую пятницу то есть восемнадцатого числа у меня был довольно таки тяжелый день это пять лет как не стал моей мамы понятно что все мои родители говорим хорошо и это разумно и я мог бы наверно очень долго говорить про маму потому что человек замечательный удивительный действительно к сожалению она не застала мое появление на радио народная волна чикаго и наше с вами взаимодействие которые уже достаточно продолжительные но я уверен что она была бы очень рада и она бы слушала с большим интересом что-то бы нравилось что-то нет во взглядах мы с ней совпадали но наверняка мать что-то в подаче материала она бы критиковала и конечно же мне очень жаль что она сегодня нас не слышат и ничего не может мне сказать но тем не менее уверен все хорошее что вы во мне видите что все что вам интересно все это благодаря ей и все особенности в речи в раже донесений до вас своих мыслей опять же все благодаря ей поэтому я не могу обещать что сегодняшняя передача какая-то исключительная но если она вам понравится то и вы захотите что-то написать в комментариях про передачу а не про то о чем я говорил то благодарите не ивана денисова а светлану денисову потому что я думаю этот выпуск я посвящу ей спасибо всем кто это выслушал спасибо всем кто мама мою как-то вспомнит послушав эту передачу ну а теперь да вернемся к нашим делам а пусть они самым приятным я благодарю парену волкову за помощь подготовки выпуска и у леволиберальный пресса знаете есть такой набор как бы назвать прием приемов защитных своего рода когда как пули непробиваемые стекла если им что-то не нравится ультраправые если им что-то идея кажется надо дискредитировать теория заговора ну и с недавних пор еще появилась такой вот призабавный момент что все что не устраивает на либеральный эстеблишмент стали еще и записывать в кремлевскую пропаганду тем не менее если насчет ультраправых тут проблем никаких я не испытываю теории заговора я в них сами знаете не очень верю но если у вас все перед перед глазами и и сами деятели вам открыто свои идеи излагают то какой теории заговора мы будем говорить ну что касается кремлевской пропаганды то тоже знаете моё к ней отношение однако если какой-то странный поток странное направление в политике критикуют весьма активные консерваторы которые ни с какой стороны не друзья путинского режима то естественно но это смехотворно прятаться за такими обвинениями вот великая перезагрузка которая на самом деле в брошенную уже довольно таки давно где-то на виду или не с года 2016 2017 и у меня тогда и скорее всего она вбрасывалась в надежде на еще и хиллари теперь она снова вернулась к нам кстати говоря весной и летом сего года и джо байден явно воспринимается тем человеком который будет ее проводить в жизнь то я понимаю почему может быть какие-то официальные российские источники на нее на эту великую перезагрузку нападает никто не любит конкурентов а а путину который так ловко превратил сограждан в обслуживающий персонал своей группы товарищей которые держатся за власть но ему обидно что кто-то пытается сделать то же самое его за это не благодарит тем не менее если на что это великой перезагрузкой будет похоже то это во многом как раз на и путинские режима и многочисленные социалистические коммунистические системы по всему миру ставят за всем этим персонажи нам хорошо знакомы и опять это никакая не теория заговора они про это книги пишут они это публикует они это говорят открытым текстом мировой экономический форум он и прочие элиты которые вдруг заботились спасение мира спасением экологии так далее и тому подобное но самый яркий персонаж это принц чарлс чего британские правы уже даже стали говорить что мы монархисты но не лоялисты и я имею ввиду тоже лоялисты термин такой запутанный но я говорю о тех кто об англичанах прежде всего а так вот и потому что перед чарлс на престоле это конечно будет прискорбный момент ну вот и вся честная компания устами например основателя международного экономического форума шваба она уже давно вот нам рассказывает каких-то расплывчатых формулировках что нужно все перестроить нужно все переделать нет и капитализма трогать не будем но тем не менее надо так его переделать что получилось у нас не было никакого якобы изменение климата не было бы никаких проблем с беженцами и так далее и в смысле что беженцев не было проблем с ними не было бы якобы и чтобы вот никакие национальные идеи они никому не мешали и вот такая идеальная утопия получалось бы под это дело нам естественно сулят так называемую честность в экономике более равное распределение переход на зеленую инфраструктуру и так далее и тому подобное слова как всегда красивые но вот что за ними стоит мы видим сами совершенно определенно ну во-первых что касается изменений климата то прямо скажем конечно же придумывать что-то для улучшения ситуации надо но придумывать что-то для улучшения ситуации лучше всего через развитие бизнеса технологии и так далее чтобы правительство туда не лезло изменить повлиять на изменение климата правительство не может в принципе потому что это происходит вообще-то вне нашего участия давайте честно признаемся то что мы делаем там что-то можно сделать но еще раз повторяю что-то исправить но еще раз повторяю это задача бизнесменов людей которые разрабатывают новые технологии никак не правительство если если как нам предлагают товарищи из ООН международного валютного фонда там оно тоже задействовано этого экономического форума то получится что вот это вот слияние богатых ведущих финансистов не промышленников даже а финансистов с правительствами ну будет означать что на бизнес будут наложены огромные налоги будет распределение отнять и поделить лозунг нам всем хорошо известный а все пресловутые красивые слова о зеленой инфраструктуре но они будут означать такие бешеные расходы что вы даже себе не представляете ну представьте себе каково это отобрать у всех людей машин и всех пересадить на дорогущие электрические или какие там еще они хотят делают автомобиль или перестраивать дома так чтобы какие там работали только зеленые источники энергии мало того что это в принципе не очень это реально по моему убеждению еще и какие расходы а чтобы всего этого добиться ну естественно полный контроль правительственный и если мы не получаем с вами социализм в чистом виде с масштабной национализацией то мы определенно с вами получаем систему такого не национал социализма но если хотите интернационал социализма потому что при национал социализме это тоже вроде бы не было масштабной национализации а был контроль правительства за действиями крупных промышленников и за действиями бизнеса вообще. То же самое будет и здесь. Правительство с бизнесом взаимодействует. Более того, представители крупного бизнеса, понимая, что им это выгодно, так как правительство им, естественно, будет предлагать самые разнообразные льготы и так далее, они будут только за. И вот этот вот уродливый монстр, слившийся воедино, большой бизнес правительства, объединяющиеся через сложные системы каких-то соглашений, это, еще раз говорю, не теория заговора, это все они сами пишут и говорят. К чему это приведет? К чему это приведет, нам предложил ролик. Есть такой видеоролик, вы можете его найти. Правда, его вроде бы тот самый экономический форум уже снял и как-то так вроде бы от него дистанцировался, но он остался, где, в частности, нам бодро говорят, что в 2030 году у вас ничего не будет, в смысле вы ничем не будете владеть, и вы будете счастливы. Мясо крайне редко, а может, вообще не будете есть, ничего покупать не надо будет, все будет общее, и беженцы все будут приезжать к вам нормально, вы с ними будете жить бок о бок и так далее и тому подобное. Ну, вообще-то, это коммунизм уже даже, а не социализм, если вдуматься. Да, все общее, никакого различия по культурным, национальным особенностям, такая безликая, легкоуправляемая масса. Но зато вы будете счастливы. Меня, когда кто-то говорит, что точно знаем, вы будете счастливы, меня это очень настораживает. Потому что никто не имеет права решать за меня, да, и каким образом я буду счастливым. И более того, если люди из правительства мне обещают большое счастье, то я им могу сразу сказать, что дорогие люди из правительства, если очень простой способ сделать меня счастливым, уйдите куда подальше. Я уверен, многие из вас со мной согласятся. Но проблема в том, что в политике это все больше и больше распространяется и навязывается избирателям. В моей любимой Дании, где есть не только, ну, любимые, я имею в виду из ближайших скандинавских стран, где есть моя любимая партия «Новые правые», есть еще и другие партии, к сожалению. В частности, в одной из этих партий, которая называется «Социально-либеральная», есть такая Ида Аукин, она же в прошлом социалистка, и еще и, по-моему, священник, что-то такое. Там, в общем, какая-то у нее такая богатая биография. Так вот, эта самая госпожа Аукин написала для Международного валютного фонда статью. Тоже в 16-м году еще, кстати. Когда я ее прочитал, готовясь к передаче, я ее нашел, перечитал еще. Сначала мне показалось, что это шутка. Потому что для нас, например, с вами, такие идеи перечислять и давать их за реальное положение вещей, нельзя это, ненормально. Но нет, это абсолютно серьезная статья, где говорится о том, что все будет, опять, все общее, ничего мы не владеем, все под контролем, транспорт только общественный, потому что он нормально ходит, никаких вам личных вещей, никаких магазинов, все вам доводит, никаких контактов с кем не надо, вот вы абсолютно управляемый винтик в машине. Еще госпожа Аукин так пренебрительно упоминает каких-то там неудачников, которые не поняли, какое счастье на них обрушилось, и живут где-то в деревнях и в старых забытых домах, ну, это мы с вами надо понимать. Ну, вот не поняли они счастье, поэтому вот она так от них пишет о них с пренебрежением, но добавляет, что вот да, иногда, наверное, нам будет не хватать чего-то из нашей прошлой жизни, но подумайте сами, у нас все замечательно, у нас нет экологических проблем, у нас нет проблем, ну, что же ты там называл, мы ни за чего не враждуем, у нас все хорошо, и мы все проблемы оставили в прошлом. Да, мы все живем под контролем, каждый наш шаг где-то отражается, но мы на это согласны, потому что, вот потому что. Подумайте сами, согласны ли вы на все это, так как, красавиими словами, у вас та картина общества, которую обрисовала датская политика, которая, заметьте, не обрисовала ни как предупреждение, и даже не как свою мечту, а как план действий, то есть то, что вот должно быть, по ее мнению. И если пресловутый экономический форум эту статью ставит на свой сайт, вы ее легко можете там найти, просто наберите, и да, Сразу статья вам выпадет, вы все это прочтете, что я вам только что рассказал. И тогда, если они открыты текстом это говорят, то вот вам будущее. В чистом виде опять Оруэлл Хаксли, такой вот уродливый симбиоз двух великих писателей, чего они бы, я думаю, не хотели, конечно же. И что самое пугающее, что самое пугающее, так это то, что, похоже, этот год, он действительно становится первым шагом на пути вот к этому самому светлому будущему. Потому что мы с вами видим, что вся эта публика осмелела, она увидела, что люди готовы подвергаться манипуляциям и готовы быть легко запуганными. Это мы наблюдали и весной наблюдаем, и сейчас, к сожалению. Победил Байден. Трампа было бы, как к нему не относились, сложнее загнать. Джонсон уже все, лапки задрал. А Трамп, ну, Болсонару, я думаю, может, там еще какие-то южноамериканские политики. Они бы сопротивлялись. Байден уже готов включиться. У него все, ему понятно, что он будет у нас борцом за экологию. У него уже Джон Керри для этого есть. Тут, конечно, повод для оптимизма. Джон Керри разваливает все, за что он берется. Может, и здесь у него ничего не выйдет. Но, в целом, это такое слабое утешение, конечно же. Поэтому насторожиться нам с вами стоит. Мир, который строят товарищи под видом великой перезагрузки, ничего хорошего не обещает. Да, какой-то группе людей обещает, конечно же, они будут счастливы. Но нужно ли нам с вами это, я очень сильно сомневаюсь. А вот более подробно о том, что же за мир нас может ждать уже в 2000, даже не в 2030, а в 2021-2022, и как это связано с событиями года уходящего, ну, я, наверное, оставлю до следующей передачи. Придется, наверное, повториться так или иначе. Но, тем не менее, это неизбежно пока просто мое вам предупреждение. Как только видите разговор о перезагрузке, это не теория заговора. Это серьезно. В Канаде, где Трюдо за нее выступает, ему противостоят канадские консерваторы, которые терпеть не могут путинский режим вообще и никак не подходят под его пособников. И то, что его озвучивают американские комментаторы, которых сразу же записывают ультраправые, но это скорее уже знак качества. Потому что все те, кто говорят об опасности этого явления, к ним стоит прислушиваться, по моему убеждению. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам слово. Даже не знаю, что и добавить. Печально все это звучит, и это отнюдь не теория заговора. И глобальное потепление, борьба с глобальным потеплением. И уже Байден заявил о том, что мы непременно вернемся в Парижский квартет, в Парижский аккорд, простите. И планируется такая постиндустриальная жизнь. То есть все будет сводиться к тому, чтобы экономика... То есть речь идет о том, чтобы экономика не росла. И сначала они говорили о том, что она должна быть нулевой рост. А на сейчас речь идет о том, что экономика должна снижаться, плюс популяция должна снижаться. И тогда вот мы сохраним планету. То есть я не знаю, но есть, очевидно, люди, которые реально в это верят или поддаются пропаганде. Есть люди, которые из этой теории качают огромные деньги и пользуются этим. И у меня только вопрос, скажем, к тем, с кем мы общаемся в соцсетях, кто голосовал за демократов, за Байдена. Они эту информацию получают или они ее отметают, или они думают, что это произойдет не с ними. И вообще в этом нет ничего плохого. У меня есть один хороший знакомый, он раньше торговал машинами, на дилерской работал. Он помешан просто на теории глобального потепления и, так сказать, пытается сохранить планету. Каким образом? Что, в общем, голова от всего этого идет кругом. Да, я бы еще добавил, что у всей этой публики, у них ведь уже есть и свои готовые, ну, пока еще не штурмовые отряды, нет, но молодежные организации. А это, знаете, всегда настораживает, потому что как только появляются молодежные организации, мы с вами помним, что было и в Германии, и в Китае, и мы с вами видели Антифу и Black Lives Matter в Америке. Вот представьте, добавятся еще к ним такие вот экологи. Но они уже сейчас там есть на самом деле. Но так они будут под видом борьбы с тем же самым глобальным потеплением творить, я даже не хочу говорить, что этих вот штурмовиков будущих, их тоже уже и компания международная, которая там гор покровительствует, привлекает и финансирует, их уже тоже приглашают на будущий форум в Давосе. Так что они-то готовятся основательно. И опять, они этого даже не скрывают. Это теория заговора, когда что-то делается за нашими спинами и с планами не делится. А тут нет, все в открытую. Кстати, вы упомянули Антифу, наш один знакомый адвокат, здесь в Чикаго есть, очень активный в соцсетях, в Фейсбуке, когда мы говорили об Антифе и БЛМ, а он на таком, на голубом глазу говорит, это к политике не имеет никакого отношения. То есть человек, правда, он себя называет республиканцем, правда, он не очень любит Трампа, мягко говоря. И он говорит, что вот все эти выступления, все эти райц, которые проходили, к политике не имеют ни малейшего отношения. Мне интересно, он действительно настолько наивен и глуп, хотя трудно его заподозрить, в глупости человек образован, и экономическое образование у него, и юридическое, хотя, с другой стороны, образование ведь не всегда придает ума человеку. И вот он спорил, что это к политике не имеет ни малейшего отношения. Это просто действительно поднялись люди, которые протестуют против чего-то. Но вот сейчас, после того, как победу в выборах приписали Байдену, все эти какие-то проблемы, против которых выступали эти протестующие, они как бы раз и растворились. И нету. Ну, тут уж мы не будем уходить в сторону, но достаточно почитать историю Антиф, где политика лезет из каждой дыры, и посмотреть, кто стоит за ней в Америке, и кто стоит за БЛМ, там и марксизм, и левые радикальные движения еще 60-х, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, можно, наверное, утверждать, что они к политике не имеют отношения, но тогда дойти до конца, и говорить Гитлер-Югент к нацистской паре никак, а комсомол, пионеры, октября-то коммунисты, это вообще ничего общего абсолютно. Ну, а хунвебины и китайские коммунисты, в принципе, две совершенно разные вещи. Надо идти до конца, и уж тогда все так выстраивать. Давайте сделаем перерыв небольшой, позже чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова», и теперь о том, что нас ждет 6 января. Это тот день, когда конгрессмены должны проголосовать за список выборщиков. Похоже, что в Нижней Палате уже появились люди, которые конкретно сказали, что они будут это протестовывать. Ну, и есть намеки на то, что, возможно, появится коспонсор протестов в Верхней Палате. И если мы мысленно вернемся в 2000 год, вы помните, там тоже в Нижней Палате выступала представительница Флориды, которая протестовала. Ну, вот все дело встало за тем, что никто из Сената не поддержал этот протест. Вот об этом давайте поговорим. Да, ну, мы с вами видим, что в судах по разным причинам пока иски успеха не имеют. И один из главных защитных механизмов это, как юридически уж тут как раз признаю, не могу вам точно назвать эквивалент русский, но что-то вроде доктрины задержки, что не надо вот схватились сейчас и протестовывать, надо было думать раньше. Хотя моя любимая на уровне более низких судей судья Брэдли, помните, я про нее говорил в связи с теми же домашними арестами, которые благодаря ей были, ну, не только благодаря ей, но у нее было самое яркое заключение в Висконсине отменены. Так вот, она была из тех, кто голосовал за то, чтобы иск компании Трампа был рассмотрен, указывая на то, что заключение, кстати, найдите, почитайте, оно того стоит, что суде Верховного, там получилось 4 к 3 против, что большинство прячется за этой самой доктриной и не замечает, что дело-то не в Трампе на самом деле, а дело в том, что, в принципе, если мы сталкиваемся с извращением того, как происходят выборы, то презираются права граждан штата, и если вовремя это не остановить, то в дальнейшем права граждан, не говоря уже даже о всей стране, она пишет с точки зрения Конституции Висконсина, но что в дальнейшем никто не будет ставить вообще ни в грош права жителей Висконсина. И к судье Брэдли стоило бы прислушаться и другим товарищам, ну и посмотрим, что дальше, может, еще Верховный суд вернется, но пока вы знаете, складывается впечатление, что на месте некоторых трамповских назначенцев должна была быть как раз Ребекка Брэдли, а не, ну, не будем. Ну, как бы то ни было, в судах пока, да, у нас безрадостная ситуация, но может еще все вернуться и туда. В Конгрессе бои действительно предстоят январские, и, как нам рассказывает все та же леволиберальная пресса, никуда от нее не деться, к сожалению, что республиканцы затеяли беспрецедентный по масштабам переворот, что они используют Конгресс для того, чтобы подорвать и так далее и тому подобное. Вместе с тем, если мы вспомним с вами относительно недавнюю историю, скажем, послевоенную, то мы увидим, что опротестовывались, попытки опротестовывать результаты голосования сходили вот как-то от демократов в основном. То есть, в 69-м году демократы пытались опротестовать, что в штате, которые были связаны с компанией Хамфри, проигравшего, что в штате, который выиграл Никсон, проголосовали выборщики за Олеса, и на этом основании попытались опротестовать, но не прошло. В 2000-м Сергей вам напомнил, в 2005-м была попытка голосования в штате Агайя, ее опровергнуть, в 2017-м была уже масштабная атака на победу Трампа, в том числе и через Алабаму, кстати говоря. Так что у демократов богатый опыт, ну, как это всегда бывает, стоит им... Да, тут есть два красивых английских выражения, которые, к сожалению, в русском языке тоже не имеют достойных эквивалентов, это turn the tables, да, и, соответственно, let them taste their own medicine. Так вот, когда этот разворот столов и собственную микстуру демократов заставляют принимать, ну, их сразу корежит, так, грубо говоря. И когда конгрессмен Мо Брукс из Алабамы стал объяснять, что он не собирается смотреть на то, что происходит с голосованием, на то, во что превращаются выборы, и будет опротестовывать их, прежде всего, вот так он конгрессмен, через нижнюю палату, то его, конечно же, уже обвинили в том, что он теперь разрушит республиканскую партию, все испортит, и так далее, и тому подобное, но, по счастью, у него есть поддержка и среди конгрессменов, и в Сенате, насколько я помню, Рэнд Пола, и еще Рон Джонсон тоже озвучивал, Пол более активно, Джонсон менее активно. К Полу у меня отношение неоднозначное, но и тут, когда пользу может приносить, пусть приносит, и такое нам нужно. Я, к сожалению, не могу гарантировать, что, как и вообще в политике, в прогнозах политических, в принципе, что это гарантировать тяжело, не могу гарантировать, что все закончится хорошо и здесь, но сам тот факт, что это будет обсуждаться и обсуждаться серьезно, и поможет и время протянуть, затянуть, а сейчас затяжки времени, ничего страшного в этом нет, я говорю об этом не с упреком, я, дооборот, считаю, что это сейчас стратегия весьма и весьма разумная. Раз мы видим, что вот одним ударом не удается навести порядок, то надо вот такими изматывающими стычками, затягиванием времени. Чем больше времени идет, тем больше находятся доказательств, чем больше доказательств, тем больше давления на демократов, чем больше давления, тем у них внутри больше грызня, и мы уже с вами видим в той же палате представителей, где Пелоси уже грызется с Кортес. Что там с Байденом будет? Неизвестно. Человек пожилой, стресса на него обвалится, как он отреагирует, хотя, конечно же, от них будут оберегать, но тем не менее. Как отреагирует, мы не знаем. Как Харрис, что с ней будет, кажись она президентом, как она со своим минимальным процентом поддержки в Демпартии на самом деле, чего-то будет добиваться. Вот в такой ситуации, действительно, затягивание процедуры утверждения результатов, оно само по себе очень полезно. Если же еще и удастся, не очень верю, но вдруг, действительно, какие-то голоса выборщиков опротестовать, отменить и аннулировать, вообще замечательно. Тем более, вы знаете, как, напомню вам, проходит этот процесс, что, когда проходит утверждение, и если кто-то из представителей, Палата представителей высказывается против, и есть у него поддержка Сената, то начинается обсуждение на два часа. По результатам этого обсуждения уже выносится какое-то решение, ну и так дальше. Брукс собирается оспаривать в нескольких штатах Аризона, Невада, Висконсин, Пенсильвания, так, Мичиган, по-моему, тоже. Поэтому, если по каждому штату, начиная с 6 января, вот будет такая растянутая процедура, то я полагаю, это будет очень даже кстати, и американцы, в общем-то, увидят, с чем они имеют дело. И повторяю, легитимность Байдена будет подтачиваться и дальше. Подтачивание легитимности нового президента, если до него все-таки дойдет, не дай бог. Но это на сегодняшний день очень важно. Тогда, повторяю, он будет очень сильно скован. не стоит, конечно же, боготворить политиков, те, кто меня часто слушают, знают, что я этого не люблю, но Бруксу поаплодировать стоит. То, что делает он сейчас, это то, что должны делать очень многие республиканцы. Но даже при том, что, к сожалению, поддержка у него не такая максимальная, очень часто правота оказывается и на стороне меньшинства. Поэтому Бруксу я лично желаю только удачи, чего он добьется, гарантировать, обещать вам не могу, но уже то, что он обозначит вот этот вот протест и то, что получит возможность утверждения затянуть, я считаю, очень хорошо. И здесь тоже умолкну и Сергею передам слово. Ну, во всяком случае, если это будет опротестовано, то должны открыться дебаты отдельно в Верхней Палате, в Нижней Палате. И эти дебаты, скорее всего, будут транслироваться по большинству нетворков, по большинству средств телевизионных каналов. И люди, которые, выходя на протесты, одевали костюм вагины или розовую шапочку на голове, они по сей день остаются в неведении абсолютно. Единственную мантру, которую они слышат с MSNBC, с CNN и прочих нетворков. Это все претензии. Так, никаких доказательств нет, ничего нет, все это бред, ничего такого нет. И они в это свято уверовали. Сегодня утром на MSNBC, кстати, вот то, что в Конгрессе, похоже, договорились все-таки 900 миллиардов потратить, как бы, ну, такой ковид-релив, в том числе и по 600 долларов на человека выписать чеки. Так вот, на MSNBC утром из Акшас, по-моему, был штимп один, Николас, по-моему, фамилия, он вот это, вот то, что в Конгрессе договорились и, похоже, примут этот закон, он это отнес на деятельность Байдена. То есть, это его заслуга. Он как бы... Да, ну, если читается, вас перебью уже. Я вот такого не помню. Можете меня поправить, если было. Но я не припомню, чтобы через месяц после выборов, да еще оспариваемых, вдруг публиковались бы данные опросов, одобряете ли вы деятельность этого вот избранного президента. Какая деятельность, простите, за месяц? Человек никто, по большому счету. Пенсионер, который, ну, вроде победил, но он ничего не сделал, он ничего только в своей манере несет какую-то ерунду. Но нет, нам уже это пихают. И, разумеется, большинство одобряет. Ну, мы знаем, как такие опросы создаются. То есть, он стал чаще вылазить из подвала, и вот, очевидно, это явилось поводом одобрить его деятельность. Хорошо. Да, совершенно верно. Да, ну, в общем, как-то так все происходит. Выяснится, что и вакцину он разработал, изобрел, профинансировал. И вот стимула-спекечка, который будет, это его заслуга, это уже сейчас об этом говорят, представляю, что будет. Вообще, конечно, возвращаясь к этой теме, вот, к стимула-спекечке, полгода назад Пелоси требовала 2,3 триллиона долларов. Мнучин предлагал 1,8 триллиона долларов. Она не соглашалась, она просто остановила. После того, как прошли выборы, она согласилась на сумму в 900 миллиардов. Но для тех, кто голосует за демократов, это ни о чем не говорит. Они заткнут уши, закроют глаза и, так сказать, не будут прислушиваться к тому, что нормальные люди говорят, послушайте, ну, как можно было играть полгода судьбами людей ради своих политических целей? А кроме политических целей за этим противостоянием больше ничего не стоит. Ни забота о человеке, но, правда, еще желание таким губернаторам, как Потскер, Ньюсом и Куома денег отвалить за то, что они бездарно тратят деньги налогоплательщиков и все, что умеют делать, поднимать налоги. Больше ничего не стоит. После того, как выборы состоялись, состоялись, Пелоси согласилась на 900 миллиардов, сейчас вот отвалят американцам, которые зарабатывают не более 75 тысяч в год вот по 600 долларов денег. В общем, давайте попробуем принять один звонок, прежде чем перейти на другую теме. Добрый день. Добрый день, Иван. Я за хлебыванием слушаю всегда ваши передачи, очень-очень доволен. Но у меня такое мнение. Я как-то в начале года вам позвонил и сказал, раз по почте будет, считать, чтобы проиграли. А вы мне сказали, вы знаете, не будем пессимистами забегать так далеко вперед. Так что мои слова забыли. Теперь у меня другое есть. Мое мнение, я не знаю, как вы думаете. Значит, Палозиш стремится к чему? Байден, президент, он не дотянет до инаугурации, мое мнение. Чем-то не делает так, чтобы он немножечко заболел. А так как он не стал президентом, то Гамаз Ахарович не может быть власть президента, потому что она еще не была избрана. Значит, она отваливает тоже и местонимей становится Палозий. Потому что она на это и прет. Единственная возможность ее сохранить ее малоумную безбашенную партию, как ее одно назвало, дермо пари. Вот такое мое мнение. Да, спасибо большое за высокую оценку. Ну, что касается вашего мнения, то при всем уважении к вам мне очень жаль, что вы оказались правы. Но, тем не менее, все-таки согласитесь, что я тоже в течение года предупреждал, что это голосование по почте, оно ничем хорошим не кончится. Но я все-таки, да, уж не думал, что обнагляют настолько. Это я признаю. Но и то, что в начале года все же ситуация была тоже несколько иной. И тогда, я думаю, даже с мошенничеством, с этим голосованием они бы не преуспели. Тут много других моментов. Тем не менее, да, признаю, вот здесь я оказался неправ. Это тот случай, когда я очень плохо, что я оказался неправ. Бывает такое, что я сам рад своей неправоте, но это не тот случай. Что касается вашего мнения о Пелосе, ну, не знаю, как пойдет. очень может быть, конечно же, потому что я как-нибудь, у меня есть вот мысли для двух таких исторических, может быть, сегментов, но это в худшем варианте, про то, как вела себя партия своя же с вице-президентами, которые вдруг оказывались у власти неожиданно, и про то, как возвращались к власти, казалось бы, проигравшие президенты. Так что, если Камала станет вдруг во главе страны, то у нее будут серьезные проблемы. Успеет ли она это сделать или нет, я не знаю. Насколько я помню, она до сих пор остается сенатором, и в отставку ты еще свой пост не оставил, не покинула. Если я не прав, меня Сергей поправит. Но, похоже, она тоже еще не до конца верит, что окажется там, где окажется. Я все-таки имею в виду Белый дом, и надеюсь, что там она не окажется. Но, тем не менее. Пелозия, не знаю, может быть, ей даже единственное у меня сомнение, ей-то, может быть, даже выгоднее оставаться чуть в тени, так как в случае, если парочка все-таки в Белый дом попадет, то мы понимаем, что реально страной будет править как раз Нэнси. Ну, на мой взгляд, такая ситуация. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день, Сергей, добрый день, Иван Владимирович из Виллинга. У меня такое соображение, вы сможете там организовать свою консервативную партию? Мне говорят, что ты, да куда там, я слышал всякие наскорки. Да если вы помните, Линкольн организовал свою партию, республиканская партия до него не существовали, были Вики, по-моему, или что-то, как они назывались. И они исчезли, потому что именно Линкольн не вошел в их партию, а организовал свою. Спасибо, не знаю, с одной стороны я вас понимаю прекрасно, сейчас недовольство республиканцами очень большое, я его вижу. Но с историей партии там было немного по-другому, Линкольн все-таки долго держался за Вигов, первым кандидатом республиканцев был Фремонт, вообще-то, насколько вы помните, а Линкольн уже потом вышел на первые роли, ну и нужна личность. Да, безусловно, личность есть, но тут, к сожалению, я не думаю, что есть время на создание новой партии. Может быть, ее надо постепенно развивать, но постепенно, тем не менее, в нынешней ситуации, когда каждые выборы, они уже теперь на вес золота, то к 2022 году такая партия, она ничего не сможет сделать, увы. И нам так или иначе придется все-таки поддерживать республиканцев, ну и надеяться, что какая-то появится действительно сила, которая, может быть, либо их изнутри сдвинет, куда надо, ну либо, как вы говорите, отдельная партия, но сейчас это все же маловероятно. 13 декабря этого года исполнилось столетие дня рождения Джорджа Шульца, государственного деятеля, давайте вот в оставшееся время сколько успеем. Да, наверное, тоже мы с вами тогда поговорим о нем в следующий раз поподробнее, пока я вам так скажу, что Шульц это очень интересный пример того, как все-таки человека истеблишмента можно поставить на службу консервативным идеям, его консерваторы недолюбливали, да и сейчас не очень-то так, ну с уважением, но с дистанционным относится, с дистанцированием, но то, что в администрации Рейгана он свою роль сыграл и сыграл, в общем-то, неплохо, хотя я в следующий раз расскажу, к чему у него были проблемы, но это мы должны с вами признать, но с другой стороны у Шульца есть и одна проблема, как и многие, увы, представители истеблишмента и политики, он слишком озабочен сохранением своего наследия, и я желаю ему еще здоровья и долгих лет жизни и так далее, насколько это возможно, но то, что ему надо было политику оставить в покое и замолчать, а его высказывания и действия в последние 10 лет меня, например, удручают, но это безусловно, то есть, знаете, политику лучше оставаться в своей эпохе, а не тащить из этой эпохи какие-то соображения, идеи в сегодняшний день, поэтому мы Шульца поздравим, мы его выразим уважение, но в следующий раз подробнее поговорим, как, за что, что его наследие стоит ценить, и почему ему правда стоит современную политику не комментировать, но это повторяю уже через неделю, а сегодня, да, видимо, время заканчивается, но я последнюю уже минуту, мы с вами теперь увидимся уже после Рождества, поэтому всех, кто его празднует в этот уикенд, я заранее с удовольствием поздравляю, ну и увидимся, услышимся, увидимся уже на следующей неделе после Рождества, спасибо, спасибо, до встречи на следующей неделе, спасибо вам, до встречи,